У нас поров нету уже лет 7 наверное, в остальном по предшественникам у нас много прямого сева, по подсолнечку полностью сеем напрямую, по льну напрямую, по гороху в зависимости от количества растительных остатков или дискуем или напрямую, но в прошлом году горох здесь давал до 5 тонн и мы вынуждены были задисковать чтобы получить качественные сходы, иначе не получилось бы никак. По колоссовым мы стараемся пахать, если видим что условия по влаге не позволяют пахать, переходим на дисковку, то есть есть и то и то, по колоссовым. Нормы высева мы стараемся сеять минимально допустимыми нормами, на наш взгляд минимально допустимая 2-2,5 миллиона на гектар, но это очень рискованно, потому что у нас очень часто нет условий для получения нормальных сходов, поэтому немножко перестрахуемся и сеем 3,5 миллиона. Увеличивать норму высева мы считаем нету никакого смысла, даже в поздние сроки мы 3,8 больше не сеем. Надо просто нормально работать с растениями, давать им возможность развиваться и самим регулировать густоту в поле. Я думаю, что у нас вижу, что неплохо получается в этом плане. Мы испытываем сорта, в первую очередь мы испытываем новейшие линии, селекционное достижение. Коллекция сортов азимых зерновых у нас на сегодняшний день 130 зарегистрированных, которые в госсорткомиссии. Это конечно же различные селекционные центры, это не только национальный центр зерна, это различные селекционные центры и, соответственно, это разные культуры. Мы испытываем также различные элементы технологии, которые можем делать. Это нормы высева, это нормы удобрений, виды удобрений и сроки применения этих удобрений. И также такие опыты, которые касаются непосредственно вопроса реализации семян и вопросов и ответа на вопросы к нам от сельхозпроизводителей, которые покупают у нас семена. А какую массу тысячи сеять, а есть ли значение? Слева от нас высеяны два сорта. Это Адари, азимая мягкая пшеница и сорт Тимирязевка с нормами высева от 1 до 6 миллионов. Здесь вы можете визуально оценить то, о чем говорил Хачарец Эдуардович, о способности, о пластичности культуры азимы зерновой. Здесь 1 миллион, 2 миллиона, конечно, уступают по колосостою, но можете обратить внимание на размер колоса. И, конечно же, низкая норма высева обеспечит высокую массу тысячи в урожае. Это тоже очень важно. Семенные посевы, питомники размножения мы высеваем с нормой от до 2 миллионов, точнее до 2 миллионов. Это примерно 100 килограмм, а бывает еще и меньше, и 50 килограмм в физическом весе. Здесь мы можем наблюдать. По нашим данным, по мелкоделяночным испытаниям, у нас результаты получаются, что лучшая норма высева колеблется от 3,5 до 6 миллионов. В этих пределах мы получаем максимальный урожай. И становится вопрос, а нужно ли тратить больше денег и рисковать в надежде получить такой же урожай, и при этом потратить больше денег, а результата вы экономического не получите. Конечно, эта норма высева, она всегда должна учитывать не только просто рекомендацию, но и условия, в которые вы это применяете. То есть, конечно же, у каждого сорта, во-первых, есть своя рекомендованная норма высева. Далее вы смотрите сроки сева и, конечно, условия сева. То есть, если вы седете в сухую почву, и при этом у вас срок сева для Зерноградского района, это конец октября, то есть, соответственно, норму высева вам надо чуть-чуть увеличить. Это само-само, нету панацея, нету какой-то рекомендованной нормы высева, которую надо применять всегда и везде. Итак, далее мы смотрим, чем выше норма высева, тем желтее у нас колосят, то есть, они немного опережают развитие. Вот это, опять же, возвращаемся к тому, что говорил, это конкуренция между самими растениями. Являясь семеноводами, мы также здесь такой интересный опыт нестандартный демонстрируем. Итак, бывают, возникают вопросы, откуда брать семена и имеет ли значение происхождение семян на урожайность и качество продукции. Здесь у нас сорт Алексеевич, семена которого мы получили с Изобильненского района, Новотроицкое. Здесь у нас семена собственные с Донского и также третья пара делянок, это у нас семена, привезенные с Морозовского района. Норма высева 4 миллиона. Если посмотреть на посева, мы понимаем, что у нас и в Изобильненском районе, и в Донском, и в Вишневке сорт Алексеевич, это сорт Алексеевич. То есть, это один и тот же сорт, это уже хорошо. Что касается результатов по урожайности, в прошлый год мы разницы никакой абсолютно не увидели. Здесь опыт заключается в том, что мы взяли ворох, его поделили на 4 фракции и также этот же ворох посеяли. То есть, все семена обработаны, конечно, фунгицидом, инсектицидом. И, соответственно, самая низкая масса 1000 у Алексеевича получилась 24, далее 33 грамма, можем проходить и смотреть. И также 44, и в конце мы высеяли масса 1040, это просто ворох не очищенный, но протравленный. В наших опытах, которые мы на мелкоделянке производим, результат от массы 1000, 35, 36 и выше не дает никакой объективной разницы в урожайности. И мы хотим сказать о том, что не нужно обращать такого пристального внимания к семенам, которые имеют массы 1000, 39, 38 грамм. А семена должны быть полноценными. То есть, там должен быть живой зародыш, там должен быть эндосперм. И семена должны иметь схожесть и энергию. Это самое важное. Конечно же, мелкие семена будут иметь меньше эндосперма, и они будут меньше устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Если, например, вы посеяли в сентябре, у вас прошло набухание, прорастание, но при этом осадки у вас потом будут выпадать, там где-то в конце октября, в ноябре. Вот этот период у семян более крупных, он более продолжительнее, у мелких он чуть короче. В этом есть разница. Но мелкие семена, они считаются массой 1000, 35 и ниже. А меньше 30, это уже щупляк. Итак, мы можем пройти, и визуальная оценка показывает то, что и ворох, который протравлен, и семена с высокой массой и средней массой 1000, они имеют похожий колоссостой и стеблистой. Вот на Федоре, можете обратить внимание, масса 1016 грамм. Этот сорт мы выбрали, потому что он является одним из самых крупноколоссых, и в колоссе может насчитываться до 100 зерен в одном колоссе, посеянного при стандартных 3,5 миллионах штук на гектар. При этом, все вы понимаете, что одному растению выгнать 100 зерен на один колосс практически нереально. И очень большая вариация внутри этого колосса по массе тысячи. Какая-то часть зерен, там порядка 30 штук, она будет абсолютно выполнена с хорошей массой тысячи. Остальные 30 штук будут такие, средние, и все оставшиеся будут щупляками, очень мелкими. И это подтвердилось, масса 1016 грамм, если на Алексеича у нас начиналась с 26. Масса тысячи здесь, на Федоре это впервые мы делаем, и этот же опыт мы заложили на мелкоделянке, рандомизированном порядке. И будем смотреть, но здесь очевидно видно, что щуплые семена не дадут качественного результата. Масса тысячи уже даже 29. Для меня визуально видно, что она будет уступать и 43, и в массе тысячи, и вороху в том числе. В итоге хотелось бы сказать о том, что обращайте, конечно же, внимание на массу тысячи, но больше обращайте внимание на энергию, схожесть и частоту пассивного материала. Это более важно. Субтитры сделал DimaTorzok